Усим вядомый вырос легче попередить, чем лечить абсолютно докладный для инсульту. Миновиты попередживанием этого тяжкого поражения мозгу будут займаться в новом отделении. Оно, да речь, и целиком уникальное для Беларуси. У першиню одной больницы будет оказываться сразу три виды допомоги – хирургия, терапия и реабилитация. По словам кардиолога, у хворобы можно позбегче, коли сделать операцию на сосудах. Полепшится крывозворот и рисок инсульту станет минимальной. Проблема инсульта сегодня очень актуальна. В Гомельской области на сегодняшний день ежегодно более 5000 пациентов переносит инсульт. Из них более 1000 становятся инвалидами. Смертность составляет 30%. И открытие этого отделения позволит значительно уменьшить количество инсультов в нашем регионе. Пациенту, который находится в перединсультном стане, сделает ультрагуковую диагностику сосудов шеи, а при необходности – компьютерную томографию. При наявности показаний проведут операцию на пошкодженных сосудах. Дарыши реанимационные обсталевания «Эксперт-класса», сумершая наркозно-дыхательные аппараты и прибор для штучной вентиляции легких. Его кошт – каля миллиарда рублю. Але не дороже за человечество, кажуть медики. На протягу всей операции он будет контролировать параметры житедейности пациента. Раньше мы не могли, как хирурги, участвовать в оказании помощи данной группе пациентов, потому что у нас очень мало времени, чтобы поставить диагноз, обследовать пациента и принять решение об операции или растворении тромба. Есть такое понятие – тромболизис. Но в последнее время техника и наши возможности шагнули вперед, и появилась возможность все-таки даже в экстремном порядке оказывать этим пациентам помощь. Инсульт займает третье место среди причин смертности. Первое – по инвалидизации. Кардиологи нагадывают про основные симптомы перед инсультного стану. Порушение маулення, резкая слабость, альбо анямене у руцы, альбо назе, раптовное снижение зроку. Отбывается это, когда мозг не отримет достатковую колькость кислороду. Причина – поражение сосудов, которые несут кровь от сердца до мозга. Когда хворы не отримет адекватного лечения, патологичные изменения в сосудах становятся все больше выраженными и могут привести до инсульта. Определенный процент пациентов, которые через месяц могли бы стать уже инвалидами, мы предупредим эту инвалидность и постараемся, чтобы этот человек остался в своей жизненной ситуации, в своей семье, на своей работе, и чтобы качество жизни его не пострадало. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телередо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова